Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы затронем еще одну, на мой взгляд, необычайно важную тему. Смотрите, приведу примеры сразу. В нашей жизни было много путешествий и поездок к разным гуру, шаманам, на разные практики, на практики мусульманские, буддистские, какие хочешь. Было очень много встреч с разными известными, не только людьми, мастерами и так далее. Как-то в нашей жизни случилась поездка к Мирзакариму Санаковичу Нарбекову на мастерскую успеха. Она была одной из первых. Она реально изменила нашу жизнь. Она реально изменила нашу жизнь. Но понимаете, как очень часто наши представления и ожидания, и та внешняя картинка, которую мы здесь и сейчас проживаем, не совпадает с тем зерном, за которым мы приехали на самом деле. Так было на мастерской успеха. Очень многие восприняли красивые экскурсии по Бухаресу, Марканду, Ташкенту, проживание в дорогих отелях, питание в дорогих ресторанах, как за конфету. А на самом деле это была обертка. Обертка, под которой была скрыта очень глубинная суть. Суть, которая, по сути дела, привела к образованию Центра Человека, нашего проекта. Была в нашей жизни еще одна поездка из таких очень значимых, больших, на большую буддистскую тусовку. Было много тысяч человек. Там были известные мастера, известные гуру. И мы очень много читали в интернете. Мы имели свои представления, виды. Мы знали, что должен человек на выходе получить, что чувствовать, как проживать и так далее. Мы приехали туда такими умными, а на выходе мы получили совсем другое. Это тоже оказалось оберткой от конфеты содержания, и зерно лежало значительно глубже. Благодаря тогда этой поездке мы увлеклись изучением массовых психотехник. Мы поняли, каким образом идет воздействие на человека, каким образом строится внушение, каким образом из человека осознанного, интеллигентного можно очень быстро перепрописать совсем другое существо. Много разных практик было в нашей жизни, и они все дали очень много. И зачастую так случалось, что пользу от той или иной практики, от того или иного обучающего семинара мы извлекали значительно позже. Например, осознание после поездки к шаманам в Перу накрывают и догоняют до сих пор, хотя это было несколько лет назад. Понимаете? Просто оно так работает. И зачастую наши ожидания и представления, они не дают возможности пробиться той информацией, ради которой ваше бессознательное туда вас отправило. О бессознательном. Дело в том, что ни одна поездка, ни одна встреча не случается в нашей жизни случайно. Абсолютно ни одна. Так уж получается, что перед тем, как мы встречаемся на бессознательном уровне, наши высшие я договариваются о том, что будет встреча. И эта встреча будет вин-вин, выиграл-выиграл, и для одной, и для другой стороны. По-другому не бывает. И наше дело извлечь вот эту свою вин, свою выгодно, да, свою выиграл-выиграл для себя. Не пропустить ее мимо. Ради этого у нас туда бессознательное командирует, грубо говоря. В моей жизни были семинары, когда, например, люди присылали благодарственные письма о том, что они поняли, о чем говорил тренер. Но максимальное было через 4 года. Через 4 года человек написал, Наталья, спасибо, и наконец-то понял, о чем говорил тренер. Дело в том, что семинары, которые у нас проходят, они достаточно сложные. Они достаточно сложные ввиду того, что мы не привыкли к таким восприятиям. Мы не привыкли к трансовым состояниям, осознанным трансовым состояниям в повседневной жизни. И поэтому, вырываясь из повседневной жизни такими бизнес-успешными, такими реализованными, такими богатыми, или такими бедными, или такими счастливыми, и такими несчастными, мы вдруг оказываемся в тишине и спокойствии, когда ум уже не разводят. И зачастую в этих состояниях включение во внешнюю игру, а именно представление и ожидание, это и есть включение во внешнюю игру, не дают получить сполна то, что можно получить от внутренней игры. Это совсем разное состояние. И я бы хотела упредить всех, кто собирается принимать участие в наших дальнейших программах. У нас очень много эксклюзивных, качественных программ, которые строятся именно на глубинных, внутренних измененных состояниях сознания. Для этого должна быть полная тишина внутри. Что это значит? Это значит, все свои представления и ожидания выключаем сразу. Например, если речь идёт о моделировании реальности, то понимаете, если бы ваши представления и ожидания совпадали с тем, что будет, то вы бы уже здесь и сейчас могли её моделировать. Ходили бы по воде. Но если вы не ходите по воде, если вы не моделируете, если вы приезжаете учиться, то имеет смысл открыть уши и слушать. А осознание случится уже после того, как вы выйдете из этих глубинных измененных состояний сознания. Вот как-то так. Я приглашаю всех, кто желает приехать, пройти обучение. Кто не боится, приезжайте в Минск. Программа у нас действительно классная, с одной оговоркой. Психика должна быть здоровой. Вы не должны состоять на учёте в диспансере. У вас не должно быть определённых психических расстройств, в том числе и шизофрении. Вот, вы должны быть физически здоровы. До встречи. С вами была я, Наталья Зайцева. 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 С вами была я, Наталья Зайцева.